Всем привет, любители ароматного табака! Со мной связался один из моих подписчиков, зовут его Андрей, и он занимается тем, что выращивает свой собственный табак. Растит он его в Осетии, вот так вот это выглядит. Это смесь темной и светлой Вирджинии. Ну, нарезка очень мелкая, я так понимаю, что все-таки ориентирован табак, наверное, на самокрутки. Потому что, ну, мелковат, конечно, нарезки, хотя в трубочном табаке тоже встречается табак такой нарезки. Его очень удобно забивать, то есть проблем нет с забивкой. Табак Андрей выращивает в Осетии. У него есть YouTube-канал, Instagram, ссылочки я на все оставлю в описании. Прошу прощения за то, что долго не выходили ролики, я уже говорил, приболел. Ну, и сейчас еще не совсем выздоровел, поэтому чуть-чуть такой гнусовой будет голос. Ну, давайте посмотрим. Ну, на вид, кстати, достаточно равномерно ферментирован табак. Есть, конечно, зеленые вкрапления, но учитывая, что это все делалось не на фабрике, а собственными руками, и вообще, как бы, очень уважаю людей, которые что-то делают собственными руками, потому что собственными руками я ничего, кроме как в носу, говорить не умею. И всегда с трепетом и уважением к таким людям отношусь. Так что внешний табак, в принципе, красиво сделан. Пахнет, ну, чуть животные нотки. Такой, знаете, сигарный больше запах, чем трубочный. Легкие такие кожистые ароматы. Ощущение такое присутствия аммиака, но, я так понимаю, это связано с тем, что безусловно, нормальную ферментацию, конечно, в домашних условиях обеспечить тяжеловато. И такой легкий, солоноватый такой вкус, это именно то. Ну, травянистые ароматы. Легкий, очень такой ненавязчивый аромат, приятный пахнет. Курить будем из новой трубки. У меня трубка новая от Козырева. Ребята из клуба мне на день рождения подарили. Она вот тут у нас с гравировкой, 40 лет, не знаю, будет видно, нет. Ну, в общем, покурим из новой трубочки. Андрей мне прислал еще свою мешку, но, к сожалению, видимо, боясь, что табак до меня дойдет сухим, он его очень сильно увлажнил. И я его получил, но в связи с болезнью не вскрыл сразу и не выкурил, не начал, не сделал обзор. В общем, табак заплеснил. Но это говорит о том, что, в принципе, табак натуральный и ничего туда не добавляется. То есть, вот как есть, собирается и, соответственно, курица. То есть, никаких консервантов, ничего. То есть, если бы был хотя бы пропиленглюколь, то я думаю, что табак бы не заплеснил, который, в общем-то, с успехом использует на фабриках. Ну, давайте попробуем раскурить. Не похоже на Вирджинию, но, во всяком случае, на ту Вирджинию, которую мы курим в трубках. Больше похоже, знаете, кто эксперименты проводил, сигару петрушил и трубку забивал. Вот больше, наверное, вот оттуда история. Такие слегка перечные тона. Ну, что-то никак я ее не разожгу. Хотя, в принципе, мне даже кажется, что она чуть суховата. Да, чуть подгорелый хлеб с перцем. Перца многовато. Перца многовато, но... Также есть вот это легкое такое аммиачное присутствие, все равно оно есть. Вкус насыщенный, мощный. Я не люблю, когда курю какие-то ассоциации выстраивать с другими табаками, потому что люди могли тот табак, о котором я буду говорить, не пробовать, и эта история будет совершенно пустой. Но это очень напоминает табак Самуэла Гевиша «Сигарный лист». Вот прям очень похоже. Да, хлебно-перечная история. Кстати, есть крепости. И она прям сразу ощущается. Табак насыщенный, безусловно, простой. Но вкуса здесь хватает, его здесь много. Не скажу, что он мне нравится. Но табак насыщенный. Табак насыщенный. Ну, посмотрим, посмотрим, как будет развиваться, что там будет в середине. Ну что, друзья, половина трубки позади. Честно говоря, ничего особенного не меняется. Чуть зольность накатывает. Такой аромат непрожаренного хлеба. Много перца. Легкая кожа. Друзья, ну все такое, достаточно резкое. И на грани горького. Посмотрим, чем закончатся, итоги какие-то подведем. Итак, друзья, докуриваем наш сегодняшний табак. Мы практически уже докурили. Ну, зря я жаловался, не загорчил он. Но вкус, конечно, не поменялся. Но у него не испортился. Те же самые ароматы. Легкая кожа, черный хлеб, перечность. Чуть-чуть подгорелый хлеб. Соль. Ну, друзья, неинтересный табак, скажем прям. 10 из 20 получилось. Я думаю, что не хватает табаку ферментации. И сахара в нем маловато. Я так понимаю, что сам он не очень-то выиграет от ферментации. Потому что он не сладкий. То есть, при ферментации бактерии любят сахар. То есть, сладкий табак, как правило, хорошо. Хорошо вылеживается. Но здесь, как бы, я не знаю, друзья, насколько он улучшится. Конечно, все-таки это самокруточная история. То есть, табак для самокруток, он, я думаю, что в самокрутке будет вкусный. Он достаточно крепкий. При этом крепость такая незапредельная. А вот именно такая, какая надо очень. По крепости сбалансирован табачок. Ну, дикий труд. Дикий труд, конечно. Кто посмотрит, ссылочку в описании. Перейдет на канал Андрея, тот поймет, что, ну, вообще нелегко это дается. И тяжело. В наших широтах вообще тяжело растить что-либо. А уж табак тем более. Поэтому, ну, в любом случае, неплохой результат. 10 из 20. Но, друзья, это все-таки не трубочный табак. Это самокруточная история. Андрей мне еще сигары прислал. Будет интересно их попробовать. Я так тоже до них не добрался. Но с сигарами все в порядке. Жаль, блендинг испортился. К сожалению, Андрей, извините, но не со зла, что называется. Дома жарко. Табак, видимо, был сыроват. И плесень его съела. Но я думаю, что это, опять же, с одной стороны плохо. А с другой стороны хорошо. Это подтверждает ваши слова о том, что табак натуральный. И вы в него ничего не добавляете. То есть присылаете так, как вырастили. На этом все. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok